Продолжение следует... 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 я совершал инспекцию кордонов, и при пересечении Тулынского камня я обнаружил, насколько мне тогда показалось, совершенно одинаковые формы кубы. Размер грани был порядка двух метров, то есть я через них перелазил, достаточно большие были кубы. Мне показалось тогда, исходя из того опыта, что они, в общем-то, довольно техногенного вида, но я тогда просто на будущее поставил себе задачу пройти, в следующий раз обязательно это зафиксировать тогда. Ну, в 95-м году, как многие знают, я на полетах потерял ногу здесь в Перми, поэтому все достаточно далеко отложилось. Плюс мне не удавалось попасть в заповедник по причине особого охранного режима. Я воспользуюсь просто оказией, которую мне предоставил Госуниверситет, для того, чтобы действительно опровергнуть или подтвердить мои версии о нахождении там каких-то остатков строений, причем очень древних строений. В общем-то, нам это блестяще удалось, я считаю. При первом рассмотрении, когда изучаешь фотографии, очень многое непонятно. Хотя, благодаря Андрею Голоту, это его заслуга, я считаю, что благодаря его техническому образованию, технарь сразу засек, что тут прямые углы, как бы взгляд зацепился. Благодаря этому, я считаю, находкой состоялось. Возможно, у других кто-то прошел бы ими. Но при более детальном рассмотрении фотографии, я обнаружил, что тема гораздо серьезнее, чем можно предположить. Например, обратите внимание, две вершины. Самая высокая слева и чуть пониже, метод на 50 справа. Между ними видно, как бы вот такие вот срезы непонятные. Ну, кажется, что это, в общем-то, достаточно естественно все выглядит. Можно полистать. Вот. Вот это вот, посмотрите, это уже вблизи. Это не между вершинами, это перед первой вершиной. Ну, даже и так. Ну, посмотрите. Пирамиды же. Да, обратите внимание. Вот мне это тоже показалось странным. Вот. Можно еще дальше, там есть фотография подобного. Это вот я для сравнения взял. Обратите внимание, это скол. Характерный скол для, ну, скажем, естественная эрозия. Да, да. Это естественная эрозия. Совершенно, да. Очевидно, что просто ввиду там климатических таких воздействий и так далее, оно, в общем-то, скалывается достаточно просто. Просто. Вот это тоже для сравнения взял. Посмотрите, там совершенно очевидно, что прямых углов, в общем-то, для естественной эрозии не получается. Значит, вот дальше можно... Да, вот, пожалуйста, немножко издалека. Посмотрите. Эта площадка совершенно очевидно просматривается. Я как и рядом говорю, да. Значит, хорошие подходы. Вот. Все достаточно хорошо видно. Плюс ко всему, видите, там что-то, видимо, с техническим обслуживанием будет связано. Нижняя площадка, да? Будет и средство. Чуть повыше. Да, да, да. То есть, смотрите, характерный слез, несмотря на эрозию достаточно, потому что там был ледник, вот. Оно вот прямо просматривается какие-то там террасы, да, небольшие? А это ступени, что ли, с нижней площадки идут, наверное? Да, да, вот террасы, не ступени, террасы, потому что размеры-то достаточно большие. То есть, можно еще более встать. Размеры с угольной поля вот этой дешевки. Да, и плюс я еще вот после отпечатления, скажем так, от боснийских пирамид, которые были обнаружены, выглядят они примерно так же. Ну, правда, под землей заросшие и так далее. Вот это вот тоже примыкает с... Такой отрок идет западный, на подном слоне, да, вот посмотрите. Как-то вот чересчур она выделяется, совершенно точно. Несмотря на то, что был ледник. А ледник, он ведь такие строения не щадит, да? Они замеряли сколько градусов? Нет, замеряли. Понимаете, у нас экспедиция была разведывательная, скажем так. Мы только перспективы пытались выяснить. Можно дальше, да, полистать. Ну, это вот милость. Да, кстати, пандом. Вот посмотрите, видите, там внизу глыба, да? Прямой срез вот этот. Там еще будут такие глыбы с прямым срезом, еще будет видно. Вот. Я почему для сравнения сказал, что естественный скол, он... Он естественный скол, он прямых углов не любит, особенно для этой породы. А тут посмотрите, видите? Какой срез у булыжников внизу. Можно дальше встать. Вот это вблизи. Вот. Еще, еще. И обратите внимание, что высота 1400 с копейки. То есть, это не просто так. Вот это вот как раз то, что было обнаружено. Камень со следами технологической обработки. Я бы сказал, высокотехнологической. Можно там еще более, скажем так. Да. При приближении. Вот. Андрей еще расскажет про эти зубчики, которые внизу. Можно дальше встать, потом назад, да? Вот, кстати, вчера буквально я, как председатель Кур-Ултая Башкиры города Перми, у меня вчера были люди, башкиры, именно этнические, скажем так, которые занимаются культурой. Они следы руницы там вот увидели. Видите, какие? Вот им... Да, очень любопытно показал. Я не заметил. Но они специалисты в области культуры, письменности. Они сразу засекли. Вот, смотрите. Характерные следы. То есть, тоже как бы интересно достаточно. Вот. Можно дальше. Ну вот более такое, наиболее, мне кажется, яркий снимок. В плане того, что для скептиков очень хороший, скажем так, аргумент. Обратите внимание. Мало того, что здесь прямые углы. Вот этот вот срез, да, он тоже достаточно ровный. Несмотря на эрозию. А эрозия, она, в общем-то, я полагаю, в тех местах, очень серьезная. Потому что, во-первых, как вы понимаете, ледник. Плюс климатические, очень серьезные условия, суровые, я бы сказал. Перепад температуры. Перепад температуры. Ну, не колоссальный, но критичный, я бы сказал. Особенно для пароли. Дело в том, что вот эта вершина, она открыта в году, может быть, месяц, ну, полтора. В лучшем случае, два месяца. То есть, там уже снег практически лежит. Перепадает. Очень бывает, нередко, по крайней мере, когда снег исходит с вершины вообще. То есть, он там и остается. Можно дальше, да? А до какого приема разбора? Да, ну, порядка 50 сантиметров. Да, 50 сантиметров. Это фрагмент, видно, что сколотый. Значит, можно дальше. Вот про зубчики, Андрей, расскажи, пожалуйста. Это ты вблизи, вот, как бы, наиболее очевидно. Очевидно, что мы имеем дело с инструментальной обработкой силикцитового осланника, который по прочности, ну, сложно сказать, точнее, по-видимому, он ненамного уступает гранитом и базальтом. И мы имеем дело с двумя отшлифованными поверхностями с площадью, с длиной грани порядка 20 сантиметров. Причем в некоторых местах качество шлифовки таково, что в поверхность не смогли внедриться даже мешать. Несмотря на колоссальное верево, которое, этот фрагмент лежит просто на открытом видеороле. И при даче были обнаружены вот такие вот отдельные сколы, которые свидетельствуют о постепенном откалывании фрагментов. То есть, на какую-то глубину инструмент врезался, часть его затем обкалывалась, затем еще на несколько сантиметров происходило втачивание. Другой разговор, что мы не можем тут всерьез говорить о том, каким инструментом происходила с обработкой, потому что следы дисковой пилы, они оставили воинную картину. То есть, впечатление, что в породу просто въезжали. И потом ее просто... Да, с технологиями, конечно, посоветуются. Вот там, в самом верху, имеется рископоказывающая, по-видимому, воздействие. Назад можно? Нет, это дальше можно. Да, оплавление породы. Еще, еще, еще. Еще, еще, еще. Оплавление породы целый генитарит? Вот этот камыш, в принципе. Нет, дальше можно еще, назад. Ага, вот. Вот тоже вот характерно, да? Непонятно. Каким уловлением породы нет. Но, я еще раз повторяю, что в глубине выреза поверхность до такой степени хорошо, очень полно, что у нее не смогли вылудриться от решайники. Это говорит о том, что она практически идеальна. Там даже нет микротрещин. Потому что, если бы появились микротрещины, как на поврежденных участках предметов, то непременно все будет по решайнике. Ну, вот такая вот картина и была. А там шариков нет. Видите там? А вот этот срез тоже мне что-то напоминает. Видимо, действительно. То есть, мы имеем дело с применением, ну, так называемых, высоких технологий, каких-то серьезных технологий на высоте почти полтора километра. В очень древнем времени. Учитывая, что там находился ледник, и он шел из тех краев примерно 7-8 тысяч лет назад, и, как бы стало быть, возникновение этого сооружения следует относить более древние времена. До ледника, по крайней мере, это точно. Как минимум, до ледника. То есть, вполне возможно, что 10 тысяч лет. Гораздо больше. Гораздо больше. Можно дальше, да, полистать? Вот, там был срез плиты. Дальше, дальше. Так, назад? Нет, нет, еще дальше назад. Еще. 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 Вот. Вот плита тоже очень любопытная. Можно еще один перенеснуть в кадр. Вот, пожалуйста, поперечный срез, да? Или, скажем так, срез. У нас встилающая плита, и обратите внимание, с правой стороны там еще один камень часовый, зубчик вот такой он взял, да? Очень любопытная. Мы, по-видимому, имеем дело с руинами какого-то целого сооружения. Ну, как человек технического склада, прежде всего, я считаю, что это все-таки техническое сооружение. И как вот у нас принято обычно относить, что это, в общем-то, какое-то место ритуальное, как и так далее. Мне кажется, все чересчур логично. То есть, вот, с точки зрения авиации, самая высшая точка Каевского края, она была бы эпоха для расположения манекана. Пример, да? Вот при вот данном, к примеру, к которому можно было ориентироваться. Это раз. Видите, там площадка посадочная, очень удобно сделать. Подходы открыты, все идет. Ветра для людей, которые могли сделать с камнем такое, я думаю, была не проблема. И в ситательных аппаратах. Если наш университет сейчас садится, то, вероятно, в те времена техника была посередине. И климат был, наверное. И климат, да. Очевидно, что климат был, наверное, все-таки другой. Вот. У нас же постоянно все менялось. Вот. Можно дальше. Представь, там тоже есть. Ну, это некоторые плиты тоже срезают. Тоже предстоит изучить вот эти следы от чего. Можно дальше. От чего они гибли. Вот, да, возник подозрения, что это запила. Ну, с эрозией, с такой вот старой эрозией, ну, сложно что-то предположить. Это же прямой эрозией. Ровно, да, согласен. Очень подозрительный, действительно. Ну, это как вот. Это для сравнения. Что происходит с камнем? С обыкновенной поверхностью. Да, можно дальше. Ну, вот эти срезы поближе, да. Которые вы там, между вершинами. Вот, отпустились туда. Можно дальше. Да, это как раз вид на вершину, на которую мы поднялись. И при спуске, с которой, собственно, и было замечено. То есть, это не самые высокие вершины, это 1426 метров. А это все решайником, да, затянуло? Это все затянуло решайником. Нет, там нет свободных курумов, как вот, например, камней, которые бы не были покрыты. Решай там везде. Его благоприятное не в уместках. Ну, понятно, что элементы тундра тут видно, черничники, ухи и так далее. Можно дальше. Вот, собственно, место, где нашлись. Здесь нужно, наверное, слово дать Андрею Николаевичу, потому что это как раз момент, когда он обнаружил. Ну, то есть, я маленько расскажу, то есть, оказывается, спускаться с горы намного труднее, чем подниматься. И вот перед каждым шагом буквально смотришь глазами, куда поставить ногу, чтобы не упасть, не трудмироваться, не послюбнуться, иначе там не станешься. То есть, сначала смотришь, потом ступаешь. И вот так вот, ну, спускались мы не друг за другом, а, соответственно, один там, один здесь, другой, еще метров там, может, 20-30 в стороне, так, цепочки. Ну, и где-то уже, наверное, метров, наверное, 100-200 спустились, да, с вершины. Я говорю, да, меньше. Меньше, 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 а вот станет. Да, или лучше. То есть, прежде чем ногу поставить на камень, взгляд так вот, бросил, смотрю, что-то, что-то необычное, не похоже. Как мне сказалось, именно вот эти прямые линии, вот эти внутренние ноги, вот так вот, вот так вот и нашел, увидел вот эту штуку. А это только в одном месте было, либо где-то еще ушли? В одном месте. Только в одном месте. Вот я и хочу сказать по поводу вот этого места. Это не то место, где я обнаружил Кубы. Очень далеко, да. Это далеко. Кубы, как мне кажется, они еще километров в десяти на север. То есть, там более-менее ровная, скажем так, поверхность, вершина. Сможем... Тоже на вершине, да? Да, тоже на ферте, фактически. Высоту сказать не могу, это было давно. Вот, очень давно. Да и GPS-ов тогда не было. Ходили по компасу или по памяти, я и до сих пор по компасу уже, кстати, в группу вожу. Вот, и, в общем-то, для меня это было удивительно. Вот, но, как авиатор говорит, что это, в принципе, логично. Самая высшая точка, значит, для расположения маяка, метеостанций, чего угодно, да? Именно смысл именно в этом встречать, техноген. Другого сложно придумать. В Манси, например, у них священная гора, это вот валерный камень, да? Там у них идол стоит, где-то они его прячут от посторонних глаз. Вот, но именно там, где-то там. Кстати, тоже интересная тема, почему именно там, вот, в Манси. Может, тоже это связано с какими-то легендами, возможно, с остатками каких-то строений. Ну, вот, на мой взгляд, учитывая климатические особенности этого региона, вообще удивительно, что что-то еще сохранилось. Тут даже не только минус 50 проблема, а когда, допустим, идет перепады, день-ночь, день-ночь, осадки, соответственно, любая порода разрушается. Ничто не вечно. И вот, если после дника прошло, там, 7-8 тысяч лет назад, за такое время... Это минимум. Это минимум, да. Что-то сохранилось, но удивительно просто. А какими качествами вот эта порода, в принципе? Ну, что характеризует ломка, она не ломкая? Она не могла просто послойно вот так вот раскрошиться, чтобы... Ну, послойно вот я показывал тогда, вот как она прорывается. Тогда не было бы в торце замыкающей части, которая с одной плоскости. Ну, то есть, с одной стороны была бы плоскость, а как обычно это все... И потом ровных линий я там не наблюдал никогда. Бог не любит ровных линий. Да. Это техногенные, действительно, скажем так, линии, прямые углы и так далее. Вот. Ну, логика техногенной цивилизации, у меня кажется, особо не меняется. А эта порода, как скрытный материал, где-то применяется у нас? Нет. Как еще называют цитры, эта порода? Серицитовый известняк. Серицитовый. 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 Мы пробовали столкнуть глыбы, которые считаются... То есть, массаж, конечно, он даже не раскалывается. Серицитовый сланец. Сланец. Достаточно, как бы, очень крепкая такая порода. Не, ну, учитывая, как формировались уральские горы, удивляться нечем. Это же все-таки магматические породы. Там очень много интрузивных пород. Я не геолог. Они меня научили. Я повторяю. Магматические интрузивные породы. Их там очень много. И потом вот этот сланец используют в качестве строительного материала. Но не знаю. Тащить-то его оттуда. Но они, вероятно, могли. Те, кто был до нас. А как вы при возрасте этих налейных воздействий? Что они были долей никакого берега? Ну, это логически. Пока логически. Потому что во время ледника построить такое мне кажется сложновато. А почему до ледника, вот как нам кажется? Потому что когда ледник, скажем так, наступает, он, в принципе, сносит все, что у него на пути. Он разрушает. И логично было предположить, что когда, допустим, если бы маяк, например, или какое-то строение техногена стояло на верхней точке, ледник просто его сдул фактически, сбросил. И вот как раз мы рядом с этой вершиной на западном склоне нашли. Если бы вы еще зашли на восточный склон, я думаю, нашли бы что-то подобное тоже. Дело не вероятно. Потому что наступление в тех краях происходило... Тут разные оценки. 70 тысяч лет, 110 тысяч лет. Но было относительно межледниковье. И нужно еще что заметить? Ледник двигался в основном по равнинам, а высокогорье формировалось независимо от него собственное объединение. Да еще пораньше. И в этой связи, отвечая на вопрос о сроках постройки, тут мы можем лишь строить гипотезы, которые оперируют размером в десятки тысяч человек, а вовсе не в семь-восемь тысяч человек или в десятки тысяч человек. Это такой, так называемый, допотопный возраст, который выходит туда у новеньков. А почему? Почему после механизма, вы имеете в виду эти поставки, скажем, какие впоследствии на камни? Ну, они, может, тогда на месте и остались. Можно я еще повторю этот же вопрос, который вы звучали? То есть я бы уверена, что это свято древности, а не святосовременность, потому что поскольку Тулом самая высокая решена Термского края, то там достаточно поток туристов, и ВИПы там летают на вертолетах и прочее. То есть я бы уверена, что это все-таки древнее сегодня. А вы распилите вообще этот материал? Военные объекты. Хорошо, давайте так. Военные объекты на Урале начали строиться при Союзе, да? Если так говорить. Вот я как профессиональный военный, хоть и в прошлом, могу сказать, что все военные объекты у нас строились из железобетона. Никакой дурак не будет с той дисками. Зачем это делать? Даже некоторые древние постройки тоже сделаны из бетона. Тоже египтские и так далее. Потому что это удобно, действительно. Ну какой дурак. Попробуйте технологически вот это все обработать, оборудование за защитие. Вот эти огромные пилы дисковые, как в карьерах, например, в Египте, да, показывают следы от них, канавы. Вот. И у нас все было просто. Завезли, строим материал вертолетом, значит, размешали, да? Замесили, заложили, арматуру сварили и так далее. Все просто. Я что-то не замечал. Ну, когда рубится, допустим, в гору внутрь, да, там. Там еще своды какие-то могут сделать. На итог. Укрепляется все это дело. Совсем другая архитектура. Я не думаю, что где-то, вот Манси, например, как Вагулы, да, раньше их называли, что они занимались строительством вот этих вот сооружений. Что-то у меня сомнения охватывали. Ну, по Стоунхеджу, я думаю, все равно есть сомнения у людей по датировке. Люди тоже сомневаются все-таки. Не все так просто. Там карпамей далеко тащили для него. Вот тащили, да, по ровному месту. По горам подыскали. Существует прекрасно доказанная версия, что все вот эти мегалитические броки, в том числе относящиеся к главным пирамидам нахваты ГИЗа, они были сделаны с помощью бетонирования. Просто в данном случае они работали с технологиями, которые позволяли воспроизводить искусственные граниты, искусственные базальты и так далее. И если вас интересует, то в сети есть, значит, пытайтесь прогуглить тему философски камень. Это то, что Фоменко разрабатывал. И они достаточно убедительно удалось показать, что вот эти вазочки, например, длинные, которые изменяют память, из каких-то очень прочных материалов сделаны, они сделаны таким образом, что они точно так же, как на гончарном круге, из глины изготовлюлись, и сейчас изготовлю, просты, точно так же не сделаны. Из сверхпрочных материалов. И древняя была известна технология. Точно так же и забетонированы, и пирамиды. Знаете, я бы от тем не отклонялся. Да, с какими еще объектами коррелирует ваша находка? Что-то есть похожее? Есть похожее. Я просто хочу сразу акцентировать наше внимание. Значит, версии о том, какой это срок изготовления, кто это сделал и так далее, мы сейчас выдвигать не можем. У нас задача какая? Мы действительно обнаружили камень со следами высокотехнологичной обработки. Это вот мы можем четко сказать, допустим, по крайней мере, предположить. Мы абсолютно уверены в том, что прямых линий в той местности нет. Соответственно, у нас возникают вопросы уже на будущее. Кто это сделал, когда и так далее. То есть мы считаем, что в перспективе обязательно нужны экспедиции, которые бы, в общем-то, включали специалистов совершенно разного профиля. Я бы и авиаторов туда тоже включил. Очень любопытно, действительно, вот эту площадку исследовать с точки зрения авиации. Все подходы. Там вертолеты и диссеранс убили. Я знаю, как главный лесничий заповедник в прошлом. Там садились, в общем-то, довольно-таки свободно. Они довольно часто там. Но, кстати, вот мы сейчас про аналоги поговорим. Но вот в качестве примера хочу привести. Чувальский камень все знают. Он там, в принципе, недалеко. А вот там как раз результат работы уже современных мастеров. То есть там есть ровная площадка. Ее использовали как аэродром под скуку для А2. Вот мне авиаторы сказали по секрету. Там был запасной аэродром. Соответственно, они ее выравнивали. Какие-то бы лыжики убирали, чтобы не повредить шасси и так далее. То есть вот аналоги, они вот, пожалуйста, рядом со седом. Здесь такая же площадка. Сильные ветра, они сейчас сильные ветра. Людям показалось, что ее чуть не сдуло. Несмотря на их вес. Ну, вертолет-то, думаю, сядет. Тяжелый вертолет сядет. Это отдельная тема. Что касается аналогов. Буквально недавно я списался с человеком, который обнаружил подобные объекты на Толыме. То есть я посмотрел фотографии, которые он выложил. В общем-то, тоже достаточно впечатляет. Совершенно очевидно, что это действительно работа с камнем чисто техногенная, высокого, причем технологичная обработка. Там зубчиками сложены даже. Некоторые стыковки вот такие. Именно зубчиком видно прямо. Пазы вот эти вот из камня сделаны, чтобы они не расходились и так далее. Вот это вот все есть. Это тоже все как бы лежит на поверхности. Люди ходили мимо. Опять же, да? Никто ничего не замечал. Если замечал, то, по крайней мере, боялись показаться смешными. Что-то в этом роде. Вот и все. Все очень просто. А тогда, в 1994 году, я, в общем-то, поделился своими наблюдениями, судьбе. Ну, просто не было, скажем так, достойных слушателей, что ли. Ну, это показалось и серьезно. Ну, есть и есть. Мне кажется, что весь Тулынский камень нужно обязательно исследовать. Мало того, бывшие лесники, не буду пока фамилии говорить, вот, ну, да, посмотрите. Совершенно естественно все, да? Вот, лесники мне сказали, что обнаружили некое подобие пирамиды, туда, севернее, тоже заповедники. Вот. Фотографии, к сожалению. Вот посмотрите. Вот. Как бы сказать. Очень ровные линии, да? Сразу бросаются в глаза. Сразу бросаются. Вот, пожалуй, ну, даже вот те же маленькие пирамидки. Могли быть какие-то там еще устройства. Вообще, культура камня, культура обработки камня и и вообще вот та, те технологии, которые использовали те цивилизации, кто это оставил, они вообще вызывают массу вопросов. Им, может быть, и не нужны были бы вовсе такие источники энергии, как у нас, например. У меня возникла мысль, может быть, эта коробочка от радиомаяка, например, так, в нем должен быть какой-то элемент питания, да, например. Может быть, это был радиоактивный элемент питания, замерить фонду, интересно было. С другой стороны, все знают, что во время испытания на новой земле на туловую пришло облако. И весь вот этот вот, оно смазывается. Хотя, можно, наверное, все-таки разделить, да, те следы и современные. Попытаться можно это сделать. Вот, как бы, понимаете, сколько версий возникает вокруг вот этой находки? А надежда-то какая-то есть на то, что это действительно дальше будет включаться? Надежда? Ну, по крайней мере, перский географический блок темно-то не отступит. Мы уже начали переписку с заинтересованными людьми, вот, с русско-уфологической станцией начали сотрудничать, потому что тема уфологии, конечно, к нам особо отношения не имеет, вот, но я полагаю, что русско-уфологическая станция занимается не только уфологией, хотя НЛО я там тоже видел, между прочим, он проходил, пересекал, значит, там международная трасса идет, она очевидна, по пять бортов одновременно идут туда-сюда, проходной гор. И вот я заметил еще на золотом камне, когда был, что НЛО проходит совершенно явно, явно такое, отчетливое, ну, шар светящийся, большой, не тарелка с обтенками там, к сожалению, я бы с удовольствием посмотрел. вот, я даже хотел пожаловаться в службу воздушного движения, скажешь, что у вас злостные нарушители тут летают, ну, ради шутки, так, но там есть, это не только я видел, многие видели. Радик, это место сильно труднодоступное для тех, кто... Думаю, что да. Думаю, что да. Как туда добираются? Ну, ради террения, если бы не отрековок, мы бы туда не добрались вообще. Расскажите, как маршрут строился? Как туда добраться? Очень просто. Два варианта, три. Да. Вертолет, лодка или пешком? Сколько пешком? 70, 80 по той же. Нет-нет-нет. Если через Чувалоке, то поменьше. Нет, через Чувалоке тоже надо доехать. Там ситуация такая, что дорога заканчивается на так называемый серии с первого квартала, это очень известно. Там сейчас местные предприниматели развернули баз несколько, баня, ну, в общем, нашли применение. Туда легко добраться? Ну, не достался. Или внедорожники? Только внедорожник. Мы увидели, что Хуазик. И жили как бы, мономарка 1-2. Все. Вот. Дальше дороги нет. Либо по воде подниматься до Лыпьи. Сколько километров? Ну, это велосипед 22 километра. Где-то 35, наверное, еще надо по воде подняться. А, подожди, это от 71-го 35, да. По течению или против? Против. Против. Через пороги, через перекаты, нет, порог там выше, через перекаты. Вот это серьезная схема. Пришлось даже тапочки привязывать к ногам, чтобы ее с течением без болота. Прыгали все за борт и тащили. Перезавелись дальше. По воде зависит от погоды. Вот сейчас вода вообще упала. То есть местные даже тяжело проходят. ну, один был лодки, двое лодки, они кое-как идут проходят. Нас было пять человек с вещами, с грузом. Ну, мы прошли. Ну, это благодаря техническим, скажем так, хитростям. Да, хитростям. И водку человек сам делает, и я водомет поставил, вот, и так далее. Если не водомет, мы не поднимем. То есть воды очень мало. Да. А пешком? Дойти до Лыбьи. С пешком, допустим, вот они хорошо сделали тропу. То есть почистили, отвалежат и так далее. Идти более-менее хорошо. Я не скажу, что прямо слегка. Сколько километров все-таки? Ну, порядка десяти. Нет, это с берега. Тут речь идет не о том, как идти из Лыбьи на вершину, а как добраться. На дороге. На куда дорога? А, на Лыбьи добраться. Дороги только по воде. Вот. Но если про пешком, я вам так сказал, да, порядка десяти километров, потом еще по горам надо поползать, обязательно, подняться. То есть там перепад получается метра пятьсот, наверное, меньше. Даже выше. От высоты базового лагеря семьсот метров. Да, базового лагеря семьсот метров, да. То есть мы развернули базовый лагерь, прямо дошли до границы Курумов, где заканчивается уже там револесия, Листинес, и резко идет подъем вверх. Но места безумно красивые, я бы сказал, потому что там очень, действительно, с точки зрения основной задачи экспедиции, водоемов очень много. Наносили все требуемые водоотоки, азера. То есть перспективы изучения их, они очевидны, там есть что изучать, и надо дойти обязательно. Вот. С точки зрения вот этих вот находок, я думаю, что по возможности мы будем обязательно это продвигать, у нас наверняка найдутся подвижники в этом деле. И я бы еще хотел сказать, что нам бы хотелось конечно очень серьезно подойти с научной точки зрения. Не строить каких-то версий сразу вот так, да, чья это, чьи это следы арктической цивилизации, шумерской, какую угодно. Вот. То есть мы не можем этого сказать достоверно. Правда вот товарищ Сколыны, который, он предположил, что все вот эти вот сооружения, которые явно техногенного характера, они располагаются в местах добычи золота. И четко составило как? Действительно. Колыма, Колыма, Макчу-Бикчу, Вишера. Все укладывается в эту теорию. И, соответственно, аэродром, можно сказать, аэродрома, посадочные площадки для вывоза, так сказать, для доставки грузов и так далее. Это, в общем-то, все просматривается. Технически это все объяснимо. Логика абсолютно та же. Мы так же строим аэродромы, так же строим привода вот эти вот дальние, как-то навигацию навести, чтобы она была совершенно свободная. У всех знают, что штурмов у нас практически нет. Сейчас на гражданской авиации все идет чисто по проводам на автопилоте, по приводам. Вот. И, соответственно, значит, я бы предположил, что тут, конечно, для Пермского края просто очень широкое поле в плане въездного туризма. Еще один огнекнайт. Интересный. Я не знаю, как к этому отнесется руководство заповедника. Да, разрешение по социальному нужно, да? Туда попасть только по разрешению. Меня бахать не пускал полом очень давно. Вот. Поэтому я так обрадовался, что есть оказия. Скажите, пожалуйста, не логичнее было бы исследовать как раз вот те кубы, которые вы нашли делом с четвертым, которые вы говорите за 10 километров. Было бы логичнее. Если бы мы туда дошли, у нас время просто. Во-первых, у нас цепь был очень жесткий. Это раз. Мы даже обед не готовили. Египт нам сказал, что ожидается определенная проверка. и что срок пребывания нужно сократить на двое суток. Поэтому мы... Не на двое, а на сутки. Поэтому мы спешили и работали. Шла, проехали с Москвы. Все ее ожидали. У нас, конечно, все разрешительные документы были. Ну, как бы, сами знаете, подстраховаться людям надо. А проверка по поводу чего? Да, обычная проверка из... Как это у них называется? Заповедник? По системе заповедников, да, особо охраняемые территории. Но вдаваться я не стал в тему. То есть, это не от вас ограждали какие-то тайны? Ну, вы знаете, вот это действительно подозрительно. С какой стати там создали заповедник? Я читал в свое время, еще когда был главным из личин, проект создания заповедника Ильишевского. Ну, там ничего такого, конечно, нет. Единственное, надо сохранить было все разнообразие и так далее, и так далее. В общем-то, и все. Как было там официально написано. Но что-то мне подсказывается, возможно, даже неспроста. Изучить перевал было не логичнее. Да. Ну, это говорит о том, что надо идти туда обязательно в следующем году и не просто, допустим, любители, желание того-то и специалиста. Надо взять областы породы обязательно. И взяли. И взяли. Вот. И люди так устали, скатились оттуда вот с такими глазами. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что срез очень ровный, да? И при этом утверждаете, что ему не меньше 10 тысяч лет. За это время породы не настолько прочные, чтобы природа не смогла туда внедриться. То есть он слишком свеженький, скажем, так выглядит, до 10 тысяч лет. Я бы сказал, что он свеженький. Это не свежий средство. Старый, что вам видно. То есть ледник прошел и вот оставил... Вот он стащил оттуда и все на склоне осталось. Может, такой вопрос? А повседневные геологи вы слились в шефе? Нет. Тут шла речь о сборе биологического материала. Да, вот это. Поэтому знали. Да, и шла речь о том, что я как проводник шел, так сказать, по знакомым местам. А с геологами вы общались на эту тему? Ну, вот Андрей я общался, по роду знал. Это первое, что он сделал. И, соответственно, был бы образец, конечно, провели исследование. Ну, тем более, надо туда идти. Если вы спрашивали про аналогии, вот посмотрите фильмы Андрея Склярова «Лаборатория альтернативной истории», и вы увидите, что логика подхода, так сказать, к делу абсолютно такая. Как в Пиру, в Боливии, в Мексике, в Египте, между речью где угодно. Те же самые ребята. Ну, вот если смотреть, в 2004 году тоже уфологическая станция была экспедиция на Кольский полуостров. Я ее участник был. И там точно такие же мы заметили квадратные камни, точно такая же обработка тоже в заповедной зоне. И было достаточно очень интересно. Все это трудодоступно. И, так сказать, много было запретов на всякие такие моменты. Но факты точно такие же. То есть, я сразу же заметил, что очень похожи такие эминистративные фактически считают. В заповеднике надо поиски. В Египте, кстати, тоже не везде пускают, насколько мне известно. И в Центральной Америке тоже не везде. я ко мне вернул. Ну, по крайней мере, с Кляровом это жалуются, что не везде пускают и не везде разрешают снимать. Даже уговорить охранников в тихую по доброй воле буду сейчас про другие наши проекты говорить. Но вот я считаю, что этот проект для нашего клуба, по крайней мере, он будет одним из напорных. Мы все-таки постараемся за зиму собрать нужный материал в плане провести какие-то аналогии, пообщаться со специалистами, возможно, формировать состав будущей экспедиции, возможно, если нас туда пустят, определимся со сроками уже и, в общем-то, двинемся более уже подготовленные, более вооруженные стороны. Скажите, бесполезно писать всякие российские академии наук, всякие официальные парадигмы? Существующая парадигма историческая не позволяет это выражительно интерпретировать. Дело даже не в итоге. Я просто разговаривал по поводу этого снимка, среди международных преподавателей ПДУ, сейчас по-другому открывается. Вот. Вот он сначала очень сильно упирался как географ, что-то естественное и так далее. Но потом, видимо, понял, что меня убедить не узнать, просто перестал вообще говорить. Я просто непонятно вообще, зачем это все скрывать. Потому что история есть в политике опрокинутая в прошлом. И в соответственной историю пишут публики Телесли. Это не выгодно обсуждать. Значит, они будем это обсуждать. Это понятно. Но ведь есть же общественное мнение под общественность в конце концов. Это самое консервативное. Общественность интересует другие вопросы. В основном, да. Судя по тому, как шло обсуждение, кому вручать строгановскую премию, я, к сожалению, должен сказать, что, видимо, Жориновский прав. Но свои дебилы. Есть еще вопросы? Можно еще один вопрос? Конечно. Вы случайно как раз еще онлайн не встретили. Там столько легенд как раз возле Тулонского камня про мансийских женщин, призыв мансийских женщин. Да, да. Слышал я эти темы. Значит, как вам сказать? Ну вот, когда я работал там в главном лесниче, я там, конечно, ничего не встречал. Хотя дух, сам дух, когда там находишься, он, конечно, скажем, настраивает на совершенно другие частоты. Я давно интересовался, скажем, тогда эзотерикой модно было при Союзе еще. И домистические вещи. Не шибко был знаком с суфизмом тогда еще. Только начинал все это. Но уже тогда я вот это все чувствовал, что действительно местность очень непростая. Хотя никого там не встретил. Может быть, щадили просто мою нервную систему. Хотя лесники рассказывают там опытные вещи. Бывало. Медведи там бывало, что такие очень шибко умные. Например, костер развел кто-то на берегу, он просто берет коряб в рекаме и в костер. Прям попадает в костер. И вот выгонял так рыбаку. Значит, давал это мое, скрывающий камень. подбрасыв может быть. Знаете, что следует еще иметь в виду? Само название Туэм созвучно с Туа, Туле, Туэ, или, скажем, притулиться. Это же голова камня там. Притулиться. Значит, спрятаться или спрятать. Скрыть. Есть своя версия этого названия. Так что на мой грешный взгляд Туэмский камень значит скрывающий камень. Не просто скрыть, а скрывающий что-то, повторяющий что-то. Так что в самом названии, если к архаичному смыслу апеллировать, мы найдем. А если тюркскую версию? Тюркскую, я не совсем помню. Там было ранее. Что-то в этом роде, да. Ну, очень длинное что-то. По-моему, связано с рептилием еще даже несколько версий. Да, что-то. Да, типа змея. Что-то такое. Как раз длинное, да, как раз все укладывается. У меня всегда было подозрительно решилим, плын. Очень любопытно название. Чисто тюркские. Хотя я понимаю, что все менялось. Но до той местности доходил мой род Бавакатай как раз башкирский. Наши предки общались с футболами очень интересно. Семейные даже были взаимоотношения. Вполне возможно, что и достателись эти тюркские названия до сего. Хотя однозначно, что достаточно долго там жили массы. Ни у кого не вызывает сомнений. А вот кто жил до них это вопрос. До времени нет. Как-то мне кажется здесь сложновато лежать. Вот на этот вопрос было бы очень опытно ответить. Это в общем-то и все, что мы хотели сказать. Вопрос еще есть? Да, у меня вопрос давно хотел задать. На полюде в Красновичевске, который 7 км. Там на самой верхней точке есть след ноги. На человека похож. Ну размер 50 с копейками. Администрация и тот же Бахарин говорят, что это в принципе естественно. простого человека спроси с чем он стремится у ребенка тоже. Ножат человека. Он очень здоровый. Значит на самой верхней точке я смотрел. Ну эти аналогичные следы тоже находили в разных точках мира. И размеры тоже приличные. Очень такие. Да. Я подозреваю что ну как вам сказать следы мог претерпеть эрозию какую-то если окаменел на самом верху каждый год перепад температуры все какая-то эрозия есть. Но он не вдолблен он просто такой мягкий как будто снег при переплавленной что-ли причем на самом рыле получается. Ну тоже очень подозрительно может кто-то пошалил в свое время из тех кто умел владел этими технологиями мы же вообще в транспорте иногда и точечки да и нога В асфальте камушком поле 1959 Ну например да кто-то мог пошалить имеет технологии обозначить след интересно было бы его тоже изучить что на самом деле такое Да еще есть вопрос Информации я не видел Глава города Красновишевска господин Киров говорил что где-то на дне реки на глубине метра полтора есть тоже плита где там есть следы рук как взрослого так и маленького может быть что-то знаете Калинин скорее всего да это бывший замдиректора заповедника мы с ним хорошо знакомы вот я вот у него конечно есть ли может быть фотография либо информация просто вот интересно где это такое если сфоткать поднять посмотреть ну вот еще один повод для экспедиции очень любопытный и мне кажется можно даже привлечь водолазов да без этого не получится вот ну это говорит только о том что весь север Кировского края это черный там черный все понятно это обозримое прошлое а вот по древним артефактам надо ехать туда в Косновидческий район возможно на Среднем Урале можно найти что-то подобное вполне возможно не искали просто просто не искали учитывая что волнует людей в той местности ведь это же сильный край на самом деле туда ссылали людей мысли-то у них какие были выжить правильно что там еще какие-то плиты искать среды цивилизации это было нереально мне кажется от Красноярска сколько получается на Средний Километр это смотря по чем ну около а если по прямой просто по партии по карте на ветролете что 50 надо ездить в северо-восток это 50 в каком направлении северо-восток больше на восток то есть это в сторону Вая надо ехать не, не, а так чтобы читателей сориентировать мы могли примерно нет восток-восток-север вот так больше на восток чем на север ну, 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 что это же смотри даже возмутительно просто прям в глаза высаживаются осыпано с площадки с самого да ну, вот как-то так еще вопросы будут? тогда у меня большая просьба я сейчас зачитаю кто здесь кого не назову назовите, пожалуйста Первый Нью-Ру КП Перм АИФ Краевое радио Пермские новости кого не назову? 59.2 59.2 еще? не за время всех назвала? все большое всем спасибо очень ждем следующей экспедиции чего нам как вам спасибо спасибо Продолжение следует...